Всем привет! Сегодня, ну начнем с радостной новости, у нас наконец-то на канале 1000 подписчиков, мы шли к этой цели очень долго, сначала мы снимали для себя, потом стали снимать для других, вот, еще много над чем стоит поработать, начиная от звука, возможно качества, подачи, ну в общем всегда нужно стремиться к лучшему, к концу года я думаю мы что-то изменим, вот, возможно у нас появится какая-нибудь красивая заставка, нарисованная, что еще хочется сказать, и вообще хотелось бы, да, там может быть к концу года, или не знаю, 10 тысяч подписчиков, вот, из животных, которых очень бы хотелось, это хотелось две змеи, это сетчатый питон, нормал, морфы, мотли, и самку, и самца, golden child, тоже сетчатого питона, тоже мотли, это такая черная огромная змея, вот, они очень дорогие, так что будем собирать, копить на них деньги, сейчас же мы хотим, у нас появился новый паучок, от которого я очень долго отказывался, это топениночениус виолациус, так вот выглядит взрослая самка, в сравнении с рукой она довольно, ну, маленькая, примерно 12-13 линька, линялая около 3 месяцев назад, такой вот красивый паучок, быстрый, ну, в меру нервный, нападает только в крайних случаях, я его очень долго не хотел заводить, по какой-то причине я считал его быстрым и сильно ядовитым, он действительно быстрый, но, как и все дегрестники, там, я не думаю, что он какой-то сверхбыстрый, но они, конечно, могут удивлять, ну, вот, из этого же рода у нас есть топиночениус гигас, я также думал, что этот полк ядовитый, но, как оказалось, я зря так думал, у этого паука сегодня убрали кусок коры, потому что хотим его пересадить, пересадим его вот в этот домик, он свеженький, решили оставить так, и буквально за день, да, он наплел себе вот такое вот укрытие, что довольно забавно, ну, вообще, критерием выбора моего первого паука, я искал плетущих пауков, вот, больше всего хотел фибрят, но его не смоете, так, вот у нас есть такой замечательный террариум, с проточной вентиляцией, две сеточки у нас, ячейка 0,4 мм, все сделано очень красиво и качественно, алюминиевыми уголками, вот, и он, получается, вот так держался, что ж, ну, начнем, так, надеюсь, вам тоже будет видно, по оформлению, все у нас будет максимально просто, промытый кокосовый субстрат, сверху песок, потому что, когда его отжимаешь, песок, соответственно, внизу, вот, и потом он, оказывается, сверху, этому пауку нужна высокая влажность, около 80%, потому что он обитает в тропических лесах, и как раз у нас свежепромытый субстрат, буквально я промывал его вчера, я думаю, ну, тут хватит, если вы, вот, обычно я промываю субстрат сначала в горячей воде, а потом, ну, два раза еще в холодной, ну, в ведро сливаешь аккуратненько, а в конце просто рукой берешь, отжимаешь посильнее, даже двумя руками, и в коробку, потом, если вода там скапливается, опять чуть-чуть сливаем, опять отжимаем, и, в общем, получается у нас субстрат. Будем использовать вот такую вот паилочку стеклянную, это подсвечник из Ikea, сейчас таких не делают, есть другие, более крупные, поставим его здесь, и налим его водички. Далее, выбрали вот такой кусочек рыси с мухом, помыли его в горячей воде, и поставим, наверное, так, если мы так поставим, то пол не сможет туда залезть, поэтому мы поставим, наверное, вот так, чтобы паук мог залезть с этой стороны, или с этой. Здесь у нас отличная сетка, как я и сказал, ячейка 04, и в такую сетку у нас не должна пролезть ни какая-нибудь там мушка, или еще кто-то маленький, кто не должен жить в террариуме. Также сейчас вы увидите, как я пересаживаю быстрых пауков, не знаю, насколько у нас будет успешно, потому что последнее время есть. Я брюзг! И разжирел! Слизняк! Как сказали, это в Хоббите, брюзг я разжирел. Так, мы его открыли. Нам, кажется, такая вот кисть. Мне нравится, чтобы террариум именно отодвигался, потому что когда нам удобно контролировать вот эти вот самые расстояния. конечно паук может рвануть вверх, но я надеюсь, что его наберой зайдет. К сожалению, паук просто плохо видно. Ну вот, видим, что он направляется... Вот он показывает свой характер, он не очень хочет идти сюда. Здесь лучше не спешить, лучше погонять паука. Мы решили не мучить ни себя, ни паука и будем пересаживать его по, не знаю, безопасной методике. Вот, то есть мы что делаем, накрываем паука. Здесь паук также, скорее всего, будет бегать, но, я думаю, будет бегать меньше. Вот, наша задача его выгнать все, мы выгнали паука. Это наша методика фирменная, запатентованная. Вот. То есть, когда вы выгоняете паука мимо банки, все-таки должно быть просто. Можно его рассмотреть, но не очень неохота его открывать. Да ладно. Такой вот он у нас красивый, пушистый, свеженький. чтобы совсем обезопаситься, можно сделать вот так. То есть, мы, как видите, почти все щели устранили. Здесь можно сделать меньшие щели, можно оставить такой. И потихонечку мы загоняем паука в новый домик и видим, как он счастлив. Как он говорит нам спасибо. сейчас я подниму его на свет и покажу вам. Как вы видите, паук там себя отлично чувствует. И вот он уже пытается вылезти вот здесь. Как по мне, этот паук похож на маленького псалмопеуса. У меня он почему-то больше всего пульхера напоминает. так. Здесь у нас Ингигас. Ну, также попробуем воспользоваться безопасной присадкой. просто не очень охота бегать его ловить. паука поймали. Похож паук на самца если честно. Потому что у него здесь вот есть такая темная арка. Но это не точно. Лучше конечно смотреть по шкурке и искать сперматеку. Как видите, паук максимально спокойный. Возможно потому, что у него скоро блинка. на самом деле этот паук у нас принял буквально вот-вот. Давай ты же паук. Так у нас начинает получаться. Да у нас получилось. Это было очень непросто. Паук никак не хотел уходить. Можем показать его поближе к свету. Ну собственно вот такой у нас получился короткий выпуск. Надеюсь вам понравилось. Мы очень довольны нашим маленьким достижением в тысячи подписчиков. и в целом все пока. Хорошо. Надеюсь так и будет. его пока поставим вот сюда. Ну больше наверное показывать нечего. Еще из радостных моментов вот я вчера залез к скорпиону и увидел что у меня полинял диктатор. Это уже третья линька. красавица у нас уже почти полностью потемнел. Белая жала. такие вот баночки купил симпатичные и сделал отверстия. Ну если по-моему интересно такие банки продаются в Ашане. как-то так. за просмотр. Ну я думаю вы сами знаете что делать если выпуск вам понравился. Всем пока-пока. Кстати можете заметить что подсветка все еще светится и квартира не сгорела. поэтому все хорошо. У нас выглянул какой-то желтенький скорпион по полу похож на сам ца но трудно сказать. Это он красивый желтенький живет у нас уже около больше года добавно все